Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь славится своими сотрудниками, которые всегда приходят на помощь людям. И каждый человек в подразделении МЧС важен. Без его участия сложно справиться с чрезвычайной ситуацией. Одним из таких важных людей в МЧС является водитель, как легковых автомобилей, так и пожарных автоцистерн. Конкурс «Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», где собрались водители из различных областей, позволил определить лидера в своей работе. Конкурс водительского мастерства – это тоже давняя традиция. Но в нашем городе Бресте он проводится впервые, республиканский конкурс. Участвуют в нем 13 команд. Это команды областей, а именно областных управлений МЧС и Минского городского управления МЧС, а также других структурных подразделений системы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, программа насыщенная, интересная, как для самих водителей, так, наверное, и для горожан. Судьи финального этапа республиканского конкурса оценивали водительские навыки по жестким требованиям, учитывали время прохождения дистанции и частоту выполнения таких сложных элементов, как змейка, въезд на стоянку, круг, колея, бокс и другие. Говорить о сложности в управлении такой массивной и неповоротливой автоцистерны не приходится. Трудности есть, и ПДД, и волнение, и трасса узкая, быстро не поедешь, то есть все свои нюансы. Такие мероприятия нужны даже для самоутверждения. И даже интересно, на что ты способен, как ты вообще относишься ко всему происходящему. Ну и просто посмотреть на других сотрудников, коллег. От водителя подразделения МЧС зависит многое. Скорость доставки личного состава, скорость ликвидации чрезвычайной ситуации и самое главное – спасенные жизни и здоровье людей. Конечно, определяющим фактором водительского мастерства и профессионализма является не только скорость, но и качество выполняемых маневров, благодаря которому сотрудники МЧС своевременно прибывают к нам на помощь. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.